Еженедельный краткий стрим. 15 минут полезности. За эти 15 минут приглашенные эксперты будут делиться на канале своими знаниями, лайфхаками для бизнеса и безопасности бизнеса. Задать вопросы и выбрать темы для стрима вы можете в чате канала SB Pro Business. Приходите! Сегодня у нас Виталий Дедюхин. Это главный специалист по экономической безопасности группы компаний GDP. На английском. Тема наша сегодня – дебиторская задолженность. Это такая огненная тема, про которую, наверное, можно рассказывать вечно. По сути, что это значит? Это значит, что мы отдали свой товар, то есть деньги, кому-то в пользование. И мы пока за них ничего не получили. То есть эти деньги обратно не получили. То есть наши деньги крутятся в другой компании. То есть это не просто просроченная дебиторская задолженность. Это не просто те деньги, которые мы не имеем. То есть у нас их нет сейчас. Это наши деньги, которые мы отдали кому-то. И в этом кроется, так сказать, самая-самая такая фишечка, о которой мы, наверное, сегодня поговорим. Ну и плюс есть еще такая невозвратная дебиторская задолженность. Этого мы тоже коснемся. Итак, Виталий, передаю микрофон изображения тебе. Начинай. Я потом подсоединюсь. Коллеги, еще раз добрый день. Всех приветствую. Очень рад, что уделили время присутствовать на данном стриме. Перейдем сразу к сути. Как Владимир и сказал, дебиторская задолженность – это те деньги, которые мы ожидаем через 5, 15, 20, 30, 60 дней от нашего клиента за товары, услуги, уже совершенные, а не предоставляемые. Это деньги, которые подпитывают наш бизнес. Это деньги, которые обеспечивают вращение нашего коммерческого колеса. И, конечно же, у многих бизнесменов большие проблемы с тем, чтобы ее контролировать, с тем, чтобы ее отслеживать. И основная проблема в том, что происходит некоторый конфликт интересов с нашим отделом продаж, с нашими менеджерами, которые заинтересованы именно в объемах и оборотах. И ежегодно далеко не одна компания прекращает свою деятельность ввиду того, что дебиторская задолженность не контролируется в должной форме. И нередко бизнес ищет себе сотрудников службы безопасности для контроля дебиторской задолженности. Хотя это, на самом деле, обычная менеджерская функция, которая заведует финн-отдел. Но не в каждом бизнесе это есть. В среднем немалый зачастую страдает от этого. Каким образом происходят проблемы с дебиторской задолженностью? Да, очень просто. Вы внезапно продали рекордное количество своего товара, видите колоссальную, скажем, выручку на бумаге, колоссальные поступления денежных средств должны произойти. Однако месяц за месяцем по какой-то причине ваше колесо начинает замедляться. Финансово-хозяйственная деятельность не получает подпитки. А потому что часть граждан вам не заплатили, часть просрочили. Каждый месяц в среднем, в пределах плюс-минус 2% ежемесячно от финансового результата компания тратит на обеспечение дебиторской задолженности. Что имеется в виду? Перед тем, как поставить любой товар, обеспечить любую услугу, вы внесете определенные расходы. Деньги имеют свойство дешеветь с течением времени. Соответственно, помимо расходов, моменты с инфляцией, различная переоценка трудовых затрат. И вы маленький-маленький минус. По 2% ежемесячно, к примеру, от вашего финансового результата. И к концу года, помимо каких-то других убытков, вы можете получить порядка 10-12% снижения вашей числой прибыли, вашего финансового результата. Что с этим делать? Как с этим, собственно, бороться? Как этим заниматься? Есть различные системы на данный момент, как и различные IT-истории, так и банальный специалист, который просто сидит и смотрит вашу табличку в Excel, фиксирует вашу дебиторскую задолженность, в том числе анализирует ее, анализирует ваши показатели продаж. В целом выстраивается многокомпонентный длительный процесс, где ваши деньги повторно считаются, оценивается маржинальность каждой продажи. Сам объем дебиторской задолженности – это определенный риск. Как только, например, для вашей компании это переходит на 35-40%, вы внезапно ощущаете, что вы начинаете задыхаться вашему бизнесу, не хватает кислорода. Ваши оборотные активы, они падают, и вы не можете выплачивать зарплату сотрудникам, приобретать новый товар, потому что ваши деньги к вам не поступают необходимым потоком. Как построить работу практически? Практически, естественно, просроченная дебиторская задолженность становится с момента того, как вам не заплатили. То есть 15 дней в договоре, но 16-й она становится просроченной. Дабы это контролировать, лучше всего отдавать инициативу в первую очередь на первичного менеджера. То есть, как правило, это сотрудник службы инициатора, который занимается продажами или каким-то предоставлением услуг. За каждым менеджером закоплено определенное количество. Для каждой компании это индивидуально, но средняя температура по больнице такова, что инициатор ответственный за отслеживание дебиторской задолженности. Его функцию дублирует сотрудник финансового департамента или любого другого бизнес-подразделения, дабы если вдруг, к примеру, сотрудник ангажирован как-либо, да, помимо заключения сделки. То есть есть такие подковерные моменты, все мы знаем, что KPI продажников исходит из объема продаж. Поэтому зачастую, неважно кому, неважно что, главное продать, дебиторка висит, переходит в просроченную дебиторку. Это уже не ответственность. Эту ответственность нужно вносить, как минимум процессуально. Существует два способа в дальнейшем механически взыскивать первичную просроченную дебиторку. Как только появился какой-то сигнал о том, что дебиторка просрочилась, вы направляете претензионное письмо. То есть, соответственно, это исковое обращение в суд в дальнейшем и так далее. Есть еще приказной порядок. Приказной порядок – это менее 750 тысяч рублей, да, то есть менее этого объема, гораздо более короткий ответ, но необходимо актирование с двух сторон. То есть согласие вашего клиента о том, что, да, действительно он допустил, как бы, неуплату для вас. Как взыскивается просроченная дебиторская задолженность, которая уже не очень, скажем так, хорошо прослуживается, не идет вам навстречу ваш клиент. Сразу сделаю ремарку. У нас многие предприниматели верят о том, что у нас есть закон, он решает все вопросы. К сожалению, если вы плохо проверили контрагента, вы стали, скажем так, жертвой мошенников и так далее. Вероятность возврата вашего товара или каких-то ваших денежных средств, ваших затрат, она, ну, стремится к нулю. Уйти от ответственности достаточно легко, да, особенно в рамках какой-то схемы. Если это просто неблагонадежный какой-либо контрагент, вопрос немного другой. Наше взыскание, как с физических, так и с юридических лиц, обычно разделяют на категории legal, soft, hard collecting. Лично я считаю, что для большинства гораздо лучше эти долги утилизировать и просто продать коллекторским агентствам, банки, любым другим структурам. Потому что если у вас нет подразделения, которое, ну, занимается специфично именно этой областью, то это достаточно проблемно. За пределами, например, системного подхода, который там базисно могут выстроить ваши сотрудники, службы безопасности, возможно, юридического департамента, финансового департамента, все индивидуально. Лучше, конечно, иметь специалиста. Это происходит очень просто, да, то есть legal база это то, о чем я говорил, это своевременное обращение в суд, да, то есть порядка трех месяцев у вас уйдет на все судебные процедуры и получение приказа и так далее, что достаточно долго, и вы уже можете, на самом деле, умереть, если ваша депиторка перешагнула за 30, перешла в ПДЗ, все. Откуда брать подпитку? К сожалению, на этом конец для большинства бизнеса. Момент софта. Под софтом часто подразумевают, скажем так, мягкие напоминания. Легкие угрозы отключения в реестр незабросовестных поставщиков и прочие кляузы и попытки урегулировать это все на уровне. Мы обратились в суд, мы просудили, верните, пожалуйста, деньги, иначе мы привлечем вас по 159, да, за мошенничество и так далее. Вот. Некоторые коммуникации с вашим контрагентом или каким-то физическим лицом в том числе. Hard collecting – самая такая, скажем, немного размытая база, но сразу, скажем, подчеркну момент, что на данный момент у нас законодательство очень жестко смотрит на черное коллекторство, да, и то, что было 10 лет назад, где там людям наносили физические увечья с целью взыскания денежных средств. Это не совсем в прошлом, но закон смотрит на это очень жестко, поэтому если вы будете находиться в подобной цепочке, ничего хорошего с вами не произойдет. И эффект будет не в возврате денежных средств, а обратный. Соответственно, под hard collecting мы подразумеваем уже в том числе физический контакт ваших сотрудников, либо каких-либо уполномоченных лиц с вами, да, к примеру, на аутсорсе, с просьбами вернуть денежные средства, изучение имущества, взаимодействие с службой судебных приставов, дабы взыскать, потому что нередко должники переносят свое имущество на родственников, как-либо еще пытаются скрыть свои активы, и как раз вот в данном случае сотрудники коллекторских фирм занимаются тем, что исследуют эту область, отматывают назад сделку, да, как попытку уйти от ответственности, и вы можете вернуть свои денежные средства, а можете, опять же, и не вернуть. Лучше этого всего не допускать, проверять своего контрагента, делать системный подход, делать трехсторонний контроль вашей дебюторской задолженности, не иметь проблем, замечательно вести свою финансово-хозяйственную деятельность. Существует достаточно много вещей, скажем так, которые можно было бы обсудить в рамках непосредственно практического взыскания, привлечения к субсидиарной ответственности, да, в избране делок, вплоть до двух лет перехода имущества. Но я думаю, так глубоко мы сегодня не пообщаемся, думаю, могу ответить на вопросы на остальное время. Так, Виталий, классно, спасибо. Друзья, напоминаю, что вы можете задать вопросы в чате канала, и сейчас у нас еще есть время, то есть мы за эти 15 минут мы, в принципе, можем выйти, но записи останется примерно 15-20 минут. Вот, что хотелось бы добавить. Виталий, спасибо огромное. Значит, со своей стороны могу сказать следующее. Подтверждаю все то, что сказал Виталий на 100%, плюс еще хочу добавить вот какой момент. Это уже из практики. Как-то руководство сказало, Владимир, а почему-то вот у нас дебиторка вот такая, что бы нам с ней сделать? И первое, что я попросил в свою службу безопасность, ну попросил, все понимаем, то есть как бы там четкая иерархия, то есть я, просьба является приказом. Я говорю, ребят, давайте посмотрим про бизнес-процессы, то есть кто как вообще работал с этой дебиторкой и как она образовалась. То есть и мои ребята, они начали смотреть, кто как работал, то есть какие сделки прошли, и что они делали с этой дебиторской задолженностью, то есть как с ней осуществлялась работа вообще, и насколько эта дебиторская задолженность объективна. И вы знаете, по мановению волшебной палочки, порядка 30-40% дебиторки за то время, что проводились служебные проверки, они, дебиторка рассосалась, она пропала. То есть она была сразу урегулирована. О чем это говорит? Это говорит о том, что первичная линия контроля, как мы знаем, то есть такая есть концепция, три линии контроля, да, то есть три линии работы с партнерами. То есть первично это менеджеры по продажам. Они действительно, как сказал Италий, то есть они продали пингвинам в Арктику, вот, и не занимались этим, то есть их KPI был выполнен. Соответственно, как только начали проверять, насколько правильно были эти сделки оформлены, и насколько велась работа с дебиторкой, тут же почему-то менеджеры по продажам все изменили. То есть сразу было, что не было возвратным, перевели в безвозвратную дебиторку и так далее, и так далее. То есть дебиторка снизилась на 30-40%. То есть вот такой вот клинкор был. Что касается хард, тоже хотел бы сказать, 5 копеек. По поводу хард, изъятия, не изъятия, но хардов, короче, жесткого коллекторского беспредела. Многие бизнесмены считают, что бывшие сотрудники полиции, ФСБ и так далее, которые у нас в службе безопасности, они могут по одному звонку, значит, позвонил и сказал, «Слышь, я полковник, отдай мне деньги», вот, ну, как бы от лица этой компании, отнюдь. Потому что, ну, давайте возьмем логику, простую логику. С той стороны нам может ответить такой же полковник и сказать, «Нет, мои звезды, как бы, они круче». Ну, это логика. Вот, второе, любой такой, как бы, тот, кто будет звонить, вот так вот угрожать, тот, если он был в погонах, ну, как бы, он может тоже влететь, он понимает это прекрасно. Потому что даже если он будет угрожать по телефону, это тоже угроза. Вот, поэтому не верьте в сказки. То есть силой бывших погон деньги не возвращаются. Вот, ну, это сразу сказка, как бы, в нее не верьте, вы в реальном бизнесе находитесь. То есть самая главная работа с дебюторкой и ее недопущение. А это, как сказал Виталий, то есть это проверка, а вот мониторинг, ну, и дальше уже, как бы, работа с ней, то есть работа с партнером. То есть насколько он адекватный, насколько он платежеспособный и прочее. Однако у нас есть вопрос, Дмитрий, а вопросов нет, а вопросов нет, полностью поддерживаю. К сожалению, собственник не всегда понимает, что это системная работа, а также роль и место СБ в этом процессе. Ну, все, спасибо, прям бальзам на душу. Ребята, этот стрим вы можете использовать, показать его своим собственникам, своим генеральным директорам, чтобы они посмотрели. Вот у нас есть Виталий, у него есть борода, есть я, у меня бороды нет. Вот, но мы такие вот так вот рассказали, как правильно все это делать. Ну, если вопросов больше нет, а нет, Петр что-то, Петр печатает. Сейчас подождем, может, еще вопрос есть? У нас теоретически есть еще время. Ну, можно добавить дополнительно, что с работой директоркой мы говорим, помимо мониторинга, мы еще говорим об анализе, да, то есть и снижают ее многие меры, которые вот Владимир упомянул, в том числе оценка каждой отдельной сделки. То есть мы всегда, например, видим, что от этого менеджера директорка уходит в ПДЗ с таким-то процентом, 5 из 10 случаев, да, сразу же эта метрика должна к кому-то уходить. То есть кто-то занимается анализом, категорированием, приносит эту информацию. Это либо там финансовый отдел, там казначейство, еще кто-то, любой другой сотрудник. Потому что чем больше компания, тем больше таких проблем на самом деле. Не встречали, кстати, моменты, когда менеджер действительно что делал? То есть, ну тогда еще ходил кэш в те времена, он эту директорку от партнера забирал к себе деньги, их прокручивал, то есть увеличивал срок, когда они возвращались в компанию, и потом возвращал. Вот такой был момент, такой своеобразный. Он не был пойман, то есть как бы я знал об этом, но это было не под моим контролем, эта компания была, просто я об этом случае знал. Вот, и что еще интересно было, он был рантье, скажем так, то есть он деньги компании пускал в оборот, 5% в месяц давал займы своим друзьям. Неплохой заработок у него был, кроме зарплаты, и неплохой заработок был у него, да. Но это было все за счет денег компании. Вот, и это на самом деле не очень хорошо, то есть мы должны это отслеживать. То есть как безопасность, да, мы должны понимать, что вот эти деньги, как бы они очень важные, и их крутит кто-то другой, а не наша компания. Количество схем очень большое, то есть это может быть и действительно схема с рантье. Это может быть просто, вот я работаю в фарме, можно поставить объем препаратов на какую-то торговую точку, да, к примеру, тех же витаминов в магазин, и сделать условия 60 дней отсрочки. Если это никто не мониторит, человек фактически бесплатно может там реализовать партию товара по выгодной цене, получить денежные средства, еще и заплатить вам обратно. Хотя, ну, будет вести фактически свой бизнес за счет компании. Это может быть на родственники, на други, на товарищи, то есть, ну, масса моментов там, и анализ контрагентов и так далее. Чем больше у вас бизнес, тем больше ситуаций такого формата будет происходить. Это все нуждается в расследовании и контроле. Так, однако, у нас еще есть вопрос. О, кстати, очень хороший вопрос. У нас Даня, позывной хотел сказать, господи, аватар Даня. Я являюсь студентом четвертого курса направления экономической безопасности, управления рисками. Могли бы вы посоветовать хорошую литературу касаемо данного направления? Или это все достигается на практике? Даня, если речь о дебиторке, ничего посоветовать не могу, потому что это, ну, у меня, у Виталия, это все практическая штука. То есть, я не видел литературы по дебиторке. Почему? Потому что бизнес, он не стоит на месте. То, что вчера было описано, то завтра будет уже не таким образом работать. Поэтому то, что вчера было описано, да, каким-нибудь профессором или моим коллегой, то завтра оно будет уже работать по-другому. Поэтому литературу на это я не знаю. Да, кстати, вот советует «Крестный отец», прекрасная книга. На самом деле, Дань, рекомендую почитать ее. Потому что сначала вроде смотришь, как художественная книга, а потом у тебя, ты понимаешь, что это как раз бизнес, бизнес-учебник, как управлять своими подчиненными, как управлять бизнесом. И, ну, то, что он немножко кровавый, как бы там есть моменты, вот, но их можно не читать. Так, ну что же, друзья, Петр, спасибо огромное, Дань, да не за что. Вот. Насколько эффективно возбуждение уголовного дела в отношении должника? Как может негативно это поверять в дальнейшем на вашу компанию, если должник потом найдет огрехи в вашей компании и возбудит потом в отношении вас? Петр, хороший вопрос. Виталь, ответишь? Да, конечно. У меня, скажем, большой актив, много подобных кейсов. Это нужно учитывать. Все зависит от характера бизнеса, от самого должника. В основном, в своей массе, если вы какая-то небольшая компания, вы, скорее всего, чистый. Если вы большая компания и есть какие-то нюансы в ведении вашего бизнеса, я думаю, человек так не поступит. Однако, бывают различные моменты, вплоть до звонков с тем, что в суде заложена бомба. То есть различными способами оттягивают разбирательство. И это, конечно, необходимо учитывать. Бывают физические вмешательства в жизнь генеральных директоров. Бывает совершенно все. Не обо всем мы можем посмотреть в новостях. Реалии достаточно жесткие. И поэтому, конечно, если вы столкнулись с какими-то серьезными мошенниками, то эти нюансы нужно учитывать. И желательно, чтобы был человек, который в состоянии эти риски подсветить. Потому что даже если у вас прекрасная чистая белая компания, когда вы начинаете заниматься взысканием, к примеру, суммы 50 миллионов рублей, на вас, конечно же, будут выходить с ответным давлением о прекращении вашей претензионной работы, о прекращении вообще любой активности в данном направлении. Моменты бывают разные. Каждый кейс уникален, индивидуален. Но если говорить просто средний бизнес, большой опасностью от этого. Нас, скажем, когда вас уже застрелят, вам неинтересно, защитит ли вас государство. А это возможно. К сожалению, так. Ну, я со своей стороны добавлю, Петр. На самом деле, любая война, любая война – это затраты. Вот. И выгодоприобретателей в ней как бы мало. Потому что, когда, вот если мы со стороны бизнеса говорим, да, то есть мы пытаемся инициировать возбуждение уголовного дела. Что это значит? Это затраты. Это затраты на поездки. Это затраты на подготовку материалов. Это затраты на объяснение оперуполномоченному состава. Не так легко возбудить дело, потому что это не мошенничество в чистом виде. Это гражданско-правовые. То есть вы понимаете. Ну, о многих вещах я не буду здесь рассказывать. Но вы понимаете, как сложно и порой невозможно переместить из гражданско-правовых в уголовное. И у нас получается здесь, что тот, кто перемещает, он тоже может устраивать аукцион. Ну, это понятно. Вот. Поэтому здесь возбуждение уголовного дела – это война. То, что в отношении вас прилетит, да, это тоже фактор, который необходимо учитывать. Но здесь вот в этом сложность. Поэтому самое эффективное – это недопущение просроченной дебютерской задолженности и правильная выстроенная работа с ее необразованием. Если уж вы кредитуете своих партнеров, то будьте любезны, обратите на это внимание. Вот прям фокус как бы, да, сделайте 80% вашего внимания именно на этот процесс. Потому что вернуть деньги – это уже проблематично. Так. Тем временем, друзья, спасибо за вопросы. Мы подходим к логическому завершению стрима. Ниталий, спасибо огромное. Друзья, спасибо, что пришли. Вот. Делитесь видео, подписывайтесь на наш канал. И дальше будет больше интересного. Все. Всем спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok